Здравствуйте! В эфире информационная программа «Республика» в студии Ольга Алексеева. О главных новостях Чувашии прямо сейчас. Наши чемпионы. Подведены итоги восьмого национального чемпионата молодые профессионалы. На страже здоровья. В школах АЛЛАТРА проверили соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Система мониторинга. Как власти реагируют на жалобы населения в социальных сетях. Несмотря на то, что специалисты называют обстановку в Чувашии стабильной, ежедневно выявляется практически одинаковое количество инфицированных COVID-19. Расслабляться не стоит. Ситуация может обостриться в любой момент. На сегодня коэффициент заболеваемости равен 1,3 сотам. Более 40% коечного фонда пока свободны, но специалисты отмечают прирост количества заболевших. Медики проводят сезонную вакцинацию от гриппа. Прививки сделали почти 300 тысяч человек. Это помогает не перейти пороговые значения. Члены оперштаба констатируют, повсеместно не соблюдается масочный режим и социальная дистанция. Особенно это опасно в час пик в транспорте. Роспотребнадзор предлагает увеличить количество автобусов и троллейбусов на это время и усилить работу мобильных групп. Такие группы должны проверять и школы, чтобы не получилось так, как в Ядренском районе. Там в одном из учебных заведений дезинфектор поставили настолько далеко от входа, что его попросту не видно. Призываю уважаемые главы создать, направьте мобильные свои группы в течение ближайшего времени, проверить именно школы. Не надо смотреть просто. Надо зайти и пройти маршрутом ребенка. Поручение непосредственно главным врачам центральных районных больниц в районах и город Чебоксары совместно с представительной администрацией. А лучше здесь, чтобы погрузились и сами непосредственно главы администрации или их завестители. Еще раз обратить внимание на входной фильтр. Как общеобразовательных учреждений, школ, детских садов, так и предприятий. А также на работу, как говорится, и соблюдение масочного режима в торговых центрах. То есть эту работу пристально и выполнить тщательно. На этой неделе в Чувашии зафиксирована вспышка в небольничной пневмонии в Убеевском интернате. Там заболели 8 человек. У одного диагностирован ковид. Но персонал интерната в течение нескольких дней не предпринимал никаких мер, чтобы изолировать больных и сообщить в Роспотребнадзор. Ни на секунду нельзя заниматься самоуспокоением и убеждать себя в том, что ситуация, которая начинает набирать обороты в целом на стране, без своевременного принятия с нашей стороны мер не приведет к определенным последствиям. Кроме этого, Роспотребнадзор проанализирует ситуацию по заболеванию школьников и даст предложение по срокам осенних каникул. Татьяна Молокова, Юрий Марков, Республика. Рабочая группа Республиканского оперативного штаба постоянно выезжает в районы, чтобы проверить соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Один из очередных адресов – школы «АллатРа». Инспекции подверглись школа номер 3 и гимназия номер 6. И если в последние нарушения не нашли, то в школе номер 3 многое придется исправлять. Не соблюдается 10-дневное меню, одобренное Роспотребнадзором. Есть вопросы по стоимости питания. Не все ученики успевают пройти утренний фильтр. В здании отсутствует специально оборудованный изолятор для школьников, если вдруг у них обнаружили температуру. Актовый зал для этих целей явно не пригоден. Что касается входного фильтра, это изолятор. Вот над этим подумайте. То есть самоусловый изолятор еще не значит, что табличку повесили, он стал изолятором. Потом обрабатывать это помещение, это для вас же, это же дальше источником может стать распространение дальнейшей инфекции. В гимназии номер 6 явных нарушений не нашли. Но здесь не закончили ремонт кровли, что, конечно, мешает учебному процессу. Понятно, что все недочеты директора школ обещали устранить в ближайшее время. Иначе последуют дисциплинарные взыскания. А члены оперштаба еще раз напомнили об ответственности взрослых за здоровье и комфортное нахождение детей в учебных заведениях. Ульяна Пятакова, Николай Скворцов, Республика. Проблему обманутых дольщиков правительство республики решает адресно. Сегодня состоялась встреча с жителями будущего жилого комплекса «Гагаринский» в Чебоксарах. В разговоре участвовали прокурор Калининского района столицы и заместитель министра строительства республики. Первый подъезд комплекса должен быть достроен в январе этого года. Но до сих пор в нем не подняты стены. Дольщики, а их сейчас 90, ежедневно мониторят ход работ. Руководитель компании Алексей Фортученко уверяет, что темпы строительства постоянно растут. На следующей неделе здесь появится и дополнительная бригада каменщиков. Это позволит, по его словам, полностью поднять первый подъезд и начать там отделочные работы. Возводится и второй подъезд. А в декабре планируют залить фундамент под третий подъезд. Мониторят строительство дома и прокуратура и профильное министерство. Главная задача – достроить объект и вручить ключи от квартир дольщикам. Мы прикладываем максимум усилий для того, чтобы увеличивать объемы работ. Значит, в сентябре ориентировочно выполнение, вот сейчас оно на стадии подписания, значит, у нас где-то на 60% выше по отношению к августу месяцу. Пока темп не совсем хороший, но есть положительные сдвиги. Но, тем не менее, считаем, что нужно наращиваться еще. Застройщик сегодня обещает, что к концу этого месяца стройка будет еще больше усилена. И обещает, что через месяц мы здесь увидим еще два с половиной этажа. Временно исполняющим обязанности главного судебного пристава Чувашии назначен старший лейтенант внутренней службы Денис Борисов. Его представил заместитель директора Федеральной службы судебных приставов России Денис Фирстов. Новый начальник управления Федеральной службы судебных приставов России по Чувашии до этого работал в Москве. Денис Борисов работает в системе принудительного исполнения с 2002 года. Награжден ведомственными наградами. Первый заместитель председателя Кабинета министров министр финансов Михаил Ноздряков пожелал ему успешной работы. Правительство Чувашии всегда тесно взаимодействует с территориальным подразделением службы судебных приставов. На встрече обсудили основные направления совместной работы по защите законных прав и интересов граждан. Отдельное внимание уделили вопросам взыскания задолженности по жилищно-коммунальным платежам, заработной плате, алиментов, повышения платежной дисциплины в целом. Социальные сети давно уже стали одним из ключевых инструментов взаимоотношений населения и органов власти. Платформы ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и Одноклассники – это площадки для предложений и обращений граждан по тем или иным проблемам, где выстраивается обратная связь. Чтобы власть быстрее реагировала на жалобы в соцсетях, во всех регионах России, в том числе и в Чувашии, работает система мониторинга «Инцидент менеджмент». С ее помощью в пяти социальных сетях выделяются информационные поводы и отслеживаются реакции местных властей на обращения жителей. Мониторинг ведется по ключевым словам. Сообщения сортируют по профилям на уровне региональных министерств и муниципалитетов в зависимости от масштаба проблемы. Те должны обязательно ответить на сообщения в соцсети. Ответ автоматически приходит региональному администратору. По всем отработанным и неотработанным инцидентам ведется статистика, которую в режиме реального времени при помощи программы могут наблюдать сотрудники администрации. Отрабатывать каждый инцидент местной власти должны в течение суток с момента его регистрации в системе. Это возможность максимально просто, максимально быстро, максимально лаконично озвучить свою проблему. Проблему, которая волнует человека. Для органов исполнительной власти это возможность очень быстро получить эту жалобу. Если раньше мы пишем официальное письмо, оно где-то проходит через канцелярию, через секретариаты. Спустя достаточно ощутимый промежуток времени, оно доходит до нас. Затем мы должны на него ответить, установленный законом срок 30 дней, например. А нужно поставить срочно ограждение около оврага какого-то. Работа социальными сетями позволяет сделать максимально компактной, максимально быстрой, максимально оперативной. Почти за два года работы системы к ней подключились все муниципалитеты районов и городов республики. К примеру, только за сентябрь этого года органы власти региона отреагировали на почти 1600 комментариев и постов в социальных сетях. Уровень удовлетворенности составляет 84%. Это неплохой результат, но надо двигаться дальше. Главы республики активно присутствуют в социальных сетях. Ряд сообщений становится предметом обсуждения на совещании в правительстве и встречах с главами регионов. У Олега Николаева есть свой аккаунт, куда активно пишут жители. Интересы и потребности самые разные. От личных каких-то бед, проблемы с приставами, проблемы с транспортом, с жильем, тепло, соседи, что угодно волнует, до очень серьезных глобальных вещей, национальный вопрос, взаимодействие с соседними регионами, продвижение республики на общероссийском международном даже уровне. Они формируют такую общую картину, которая позволяет оперативно реагировать на какие-то острые вопросы, принимать решения и корректировать политику правительства. Если рассмотреть мониторинг по темам, то в ТУП-5 попали состояние ремонта и содержания дорог, оказание государственной социальной поддержки гражданам, благоустройство территории и общественных пространств. Вопросы образования. Сейчас временной шаг от появления сообщений в сети до ответа составляет в среднем 3 часа. Конечно, за это время нельзя поставить условный забор или восстановить ограждение, но понять проблему иногда с выездом на место, найти путь решения и довести его до логического конца вполне возможно. На это и должны быть нацелены органы власти, в том числе и с помощью такого действенного инструмента, как система «Инцидент-менеджмент». Чувашская республика в числе лидеров агропромышленного комплекса страны. Это отметил в ходе своего доклада в Госдуме министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Индекс производства продукции за 9 месяцев этого года составил более 104%. Погода в этом году благоприятствовала хорошему урожаю овощей. Кроме капусты в Козловском районе уродилась и картошка – крупная, чистая и здоровая. Пока сухая погода, надо все успеть убрать. На хранение у нас сейчас 2000 тонн картофеля, поэтому переработку пока не планируем делать. Планируем поставить еще один ангар, чтобы было 4000 тонн. И поставим фасовку. Но год на год не приходится. Земледельческие риски надо страховать. Правительство России выделяет на это немалые суммы. С 2019 года возмещение убытков при возникновении природных чрезвычайных ситуаций получают только те аграрии, которые заранее подписали договор страхования. Мы пока не научились страховать свои риски. На это, напомню, уделяется большое внимание, компенсируется половина затрат на страхование. Несвязанная поддержка дается с повышенным коэффициентом для того, чтобы возместить затраты. Сегодня, если посевы не застрахованы, в случае ЧАЭС никто ни рубля компенсации от государства не получит. Сейчас самое подходящее время застраховать озимые посевы. Субсидируется государством ей работы по известкованию пахотных земель. На это нацелена специальная федеральная программа. Яманчуринский карьер может дать столько известняковой муки, сколько потребуется, отметил министр. В одно время наша республика, мы страдали из-за того, что не могли участвовать в федеральных программах из-за отсутствия проектов. Сегодня нам выделяют деньги на проектирование в сельских районах разных объектов. В прошлом году мы эту работу провели, и больше 33 заявок уже отправлены. И эта работа тоже будет продолжена. И максимально сделаем все для того, чтобы больше федеральных денег привлечь на развитие сельских территорий. Весомая поддержка Агропрома и упор не только на количество, но и качество производимой сельхозпродукции – это главные ориентиры в дальнейшей работе. Наталья Мальчикова, Республика. Подведены итоги 8-го национального чемпионата молодые профессионалы WorldSkills Russia. Торжественное награждение победителей и призеров прошло в онлайн-формате. О наших чемпионах Юлия Важенина. Три золотых, одна серебряная и четыре бронзовых. В общей сложности в активе нашей республики 8 медалей. И как итог – 11-е место в общекомандном зачете. Лучшим в компетенции «Печное дело» стал студент Чебоксарского техникума строительства и городского хозяйства Евгений Михайлов. К участию в чемпионатах он готовился полтора года. На тренировки ходил как на работу с 8 утра до 5 вечера. Мы представили на национальном чемпионате фристайл. Там выкладывали цифры 19-10, день печника 19 октября. И потом у нас был еще черный ящик, секретная печка. Ее дали нам за день до соревнований для изучения. И потом по окончанию фристайла мы сразу через минут 15 начали выкладывать печку. На дополнительное задание участникам компетенции давалось 3 дня. Нашему Евгению хватило 19 часов, чтобы его выполнить. Говорит, родные стены помогали. Теперь Женя мечтает сразиться за звание лучшего на чемпионате мира. Еще золото в копилку сборной принесли Валерия Суботина и Дарья Живолюкова. Они стали победителями среди юниоров в направлении «Поварское дело». Участие в чемпионате – это огромный ценный опыт, радость и, конечно же, огромная ответственность. Я очень рада, что смогла доказать, что я могу быть лучшей для своих наставников, родителей и друзей. И я хочу их поблагодарить, потому что они дали мне те знания, чтобы я достигла такого невероятного результата на этом чемпионате. Спасибо вам большое. Также в категорию юниоры отличились учащиеся гимназии номер 6 города Новочебоксарск. Они принесли республике серебряную медаль. Вот эта вот ситуация с коронавирусом очень сильно помешала. Но все равно все то, чему мы учились, к чему мы готовились, что хотели сделать, мы сделать смогли. И этого хватило, чтобы занять второе место. Бронзовый пьедестал заняли ребята, участвующие в компетенциях «Кондитерское дело», «Промышленная робототехника», «Туроператорская деятельность» и «Сантехника и отопление». 21 человек получил знак отличия «Медальон за профессионализм». Он вручается тем, кто набрал не менее 700 баллов. Это значит, что конкурсант подтвердил профессиональную квалификацию по своей компетенции. «Чувашия» не остановится на достигнутом. Будут дальше принимать активное участие и готовить достойных участников чемпионатов «Госкес», которые продемонстрируют высшее персональное мастерство и принесут новые победы не только республике, но и в копилку национальной сборной. Хочу всем участникам пожелать новых ярких достижений в чемпионатах, в том числе и на международных площадках. Кстати, в этом году впервые в истории национального чемпионата соревнования прошли в гибридном формате. Часть испытаний проходила традиционно, часть – дистанционно. Всего же в финале участвовали более трех тысяч конкурсантов. В преддверии Дня учителя коллектив Педагогического университета имени Яковлева празднует 90-летие со дня начала учебных занятий. История Педа университета началась в 1930 году. В те годы он носил статус института. Считалась преемницей традиций просвещения и воспитания, сложившихся в Симбирской Чувашской учительской школе, открытой Иваном Яковлевым еще в далеком 1868 году. Именно воспитанники школы стали первыми преподавателями. Это известный ученый, первый чувашский профессиональный математик Исая Максимов, чувашский писатель, литературовед, лингвист Емельян Захаров, знаток родного языка, основатель чувашской идеалектологии как науки, составитель первых учебников Тимофей Матвеев и другие. В УЗИ обучаются сегодня свыше пяти с половиной тысяч человек. Профессиональная подготовка кадров ведется на десяти факультетах. Основная часть учителей, которые приходят в школы, это выпускники Педагогического университета. Из стен заведения вышла целая прияда замечательных педагогов, ученых, государственных деятелей, писателей, поэтов, художников, музыкантов. Общественные пространства расширяют границы любого города. Не зря архитекторы ратуют за создание лесопарковых зон, где экология уживается с досугом. Этнокомплекс Амазония – один из конкретных примеров. За годы своего существования это место не раз меняло свой облик и концепцию. Окончательное название «Этнопарк» оно получило несколько лет назад. Пока народные мотивы присутствуют лишь в оформлении территорий. Проект носит долгосрочный характер. Но уже сейчас Амазония стала хорошим местом для отдыха. Гуляем мы здесь регулярно, летом постоянно. И так рады, что парк наконец-то открылся, что можно покататься на аттракционах. Мы этого очень ждали, особенно сын у меня очень ждал. Детская площадка, аттракционы, кафе, аквазона, арт-объекты – долгое время они были закрыты для посетителей по вполне понятным причинам. Приостановлено было и дальнейшее благоустройство. Но сейчас строительство возобновилось. Идет ревизия освещения, фонари появятся и в других уголках парка. Парк преобразился. Все замечательно. Осень золотая и погода позволяет все это увидеть в каком-то сказочном варианте. Высказывают посетители и пожелания. Хотелось бы побольше качели для маленьких. Маловато. Подрядчик пояснил, что в скором времени в этнокомплексе появится детский каток, аттракцион «Тюбинг-кросс», ресторан и выставочный зал. В планах и новое оформление парка. Отдельный вопрос – соблюдение санитарно-эпидемиологических требований. Мы предпринимаем все меры для того, чтобы парк не стал очагом распространения коронавируса. Весь персонал работает, естественно, в масках. Происходит регулярное обеззараживание рабочих поверхностей, контактных вещей, санайзеры. Используем все. Но вот надеюсь, что те меры, которые предусмотрены, в принципе, по рекомендации Роспотребнадзора, их правильное неукоснительное соблюдение, поможет и нам войти в зимний период без каких-то потрясений в эпидемиологическом плане. Инесса Потапова, Игорь Зверев, Республика. Ежегодная российская агропромышленная выставка «Золотая осень-2020» в этом году пройдет в онлайн-формате. Дистанционное проведение, уверены организаторы, позволит расширить аудиторию выставки и познакомить с современными трендами развития агропромышленного комплекса максимальное количество человек. Представлять Чувашу в этом году будет 21 предприятие. Сроки проведения традиционные. Начало октября с 7 по 10 число. Животноводство, семеноводство, сельхозмашиностроение, удобрение, технология переработки. Все, что составляет продовольственную безопасность страны, предстанет в виртуальных экспозициях. Обмен опытом и достижениями научные дискуссии позволяют аграриям выбрать правильный вектор движения, наладить долгосрочные партнерские отношения. Как всегда, по случаю профессионального праздника работников сельского хозяйства состоится награждение лучших работников отрасли. Побывать на выставке можно с помощью интернет-платформы золотаяосень.рф Это главные новости пятницы. Хороших вам выходных. До свидания.